А это надо подумать, что я делал когда-то. Там разожрался в политехе, тут снимается. Всем привет, я Влад. Я в студенческих отрядах, педагогическим направлением. Я отвечаю за него, отвечал, отвечаю, буду отвечать. В ажатым летом работаю, там дети, носки стирать, еще что-то. Не себе, детям. Сложно ли было поступить? На самом деле я поступил случайно. Я планировал поступать в другое место, но меня не взяли. Я планировал поступать в ПЕД, но я не прошел по баллам на отделение начального образования. И я решил поменять направление, я стал юристом по итогу. Я поступал по ОГЭ и по аттестату школьному. Я учился когда-то в школе. За что ты любишь свой универ? У нас очень классный дизайн, у нас есть такие зоны отдыха. И я очень люблю свой универ за то, что там можно развиваться в каких-то своих штуках. Ну, то есть, например, ты хочешь развивать лыжный спорт. Ты можешь прийти в студенческий совет и сказать, я лыжник, а вы нет. И тогда все станут лыжниками. Наверное. Какую пару ты бы ни за что не прогулял? Пары, которые ведет Светлана Анатольевна. Рубрика «Привет, Светлана Анатольевна». Светлана Анатольевна, поставьте, пожалуйста, зачет. Она ведет несколько предметов в моей университете. Она ведет трудовое право, административное право и принимает экзамен по дисциплине организации деятельности ПФР. Она начальник юридического отдела универа. И она всегда требует максимальных знаний от тебя по предмету. Как таковые, не посещая ее лекции, получить сложно. Поэтому на ее лекциях всегда 99% посещаемости. Если бы все универы были супергероями, то каким супергероем был бы твой универ? Мой универ, наверное, был бы Халком, потому что сейчас он начал расширяться. У нас открываются новые направления, поступает больше студентов. Что тебя бесит в универе? Меня бесит то, что до каната на пятом этаже. Вы не представляете, как сложно туда подниматься каждый день. Это ужас. Верните до каната на четвертый. Как не слететь со степухи? Вы спрашиваете у человека, у которого нет степухи? На самом деле учиться ходить на пары, что я делал когда-то. Есть ли у вас в туалетах туалетная бумага и мыло для рук? Да, это есть 100%. На каждом этаже. Это серьезно? Кого ты больше всего боишься в своем универе? На самом деле Светлана Анатольевна ту же самую. Просто с ней нельзя как-то пошутить. У нас есть преподаватели, с которыми у тебя могут быть хорошие отношения, независимо от того, как ты учишься. Но с ней ты всегда настроен на серьезный лад. Что самое вкусное в столовой? Никогда там не был. На самом деле там вкусный супец грибной. Он есть. Как попасть в общагу после отбоя? У нас нет общаги, кстати, в универе. Это абсолютно серьезно. У нас просто университет договаривается с арендодателями, чтобы студенты могли жить более в комфортных условиях, нежели в общаге. Поэтому в свою квартиру ты можешь попасть арендованно, естественно, договариваясь с хозяином на то или иное время. Это дешевле, чем обычная аренда. То есть если ты ищешь сам, но цена не сильно выше. В общем, стоимость аренды делится на нескольких человек. То есть, допустим, в квартире можешь жить 2-3 человека. И эта стоимость делится на всех. То есть выходит недорого. Блиц. Вас учат торговаться. Я сам умею. Меня бабушка научила. Сколько у вас студентов из других стран? Немного, на самом деле. Меньше ста. У нас просто небольшой универ, такой семейный. Ты практически всех знаешь в нем. Как ласково называете свой универ? Уник. Ну, то есть мы обычно говорим уник. У нас нет каких-то таких. Сколько у тебя стипендия? Что началось? Раньше она была 700, когда она у меня была. Сейчас она стала меньше. 653, по-моему. Но это именно на среднем профессиональном. На вышке, так как там в основном коммерция, там нет стипендий. Или если есть, она выше. А социалка 1000, по-моему. То есть социалкой обычно это выходит примерно 1600 в месяц. Кем ты будешь после окончания? Пенсионник. А, нет, не пенсионник. А, работником пенсионного фонда. Ну, вообще по диплому там написано «юрист». Но я не юрист. Я общественник, какой-то активный человек. В общем, хорошим человеком я буду. Сколько будешь зарабатывать? Зависит от того, в какой отдел я попаду. То есть где-то начиная от 15 и далее карьерный рост. То есть первый год примерно это 15 тысяч рублей. Далее 30, 45. И максимальное, по-моему, сколько я могу зарабатывать с этим уровнем образования, со средним профессиональным, это 45 тысяч рублей в месяц. Совет для студентов. Бери больше возможностей, чтобы развиваться, чтобы становиться профессионалом, несмотря на то, где, как, когда ты учишься. Учиться можно потом, получать высшее образование. А стать хорошим человеком надо уже сейчас.